Мутация Мутацию пробочкой выезжает, чтобы посмотреть, какой противник. Протас. Предложил свою помощь. Мол, говорит, Лёха, чё ж такое, как ты так не прошёл? Давай, я тебе помогу, запишешь видос и всё будет хорошо. Итак, значит, Союзник играет Караксом через Фениксов во всех трёх матчах. Я буду играть разные персонажи через разные билды. Собственно, решил записать видос именно игрой за Артаниса. Ну, в описании под видео, если вам будет интересно, будут реплеи на все три матча, включая этот, также ещё за других персонажей, но об этом поговорим чуть позже. Итак, наша задача. В общем, Каракс выходит в Фениксов, я тоже выхожу в Фениксов. Мы оба ставим две форжи. Он ставит для того, чтобы строить фотонки для защиты. Я, собственно, ставил форжу для того, чтобы сделать фотонки на второй базе, чтобы её продамажить. Хотя, с другой стороны, можно с таким же был успехом поставить гейт и заварпить зелков. Но, с другой стороны, в той же форже можно сделать щиты на тех же Фениксов, которые будут нам доступны чуть позже. Немножко завтыкиваю я, потому что давно Артанисом не играл. Долго не ставлю второй газ. Это можно было сделать скорее, быстрее. Ждём, собственно, выхода противника. Заодно посмотрим, во что он там пошёл, в землю или в воздух. Добавляется вторая фотоночка. Но ничего страшного, даже если, собственно, этих фотонок не хватит, всегда можно использовать способности. И мы видим, что мы видим адептов. А это значит, противник пойдёт в воздух. В принципе, для нас это хорошо, потому что мы играем через воздух, а противник играет через воздух. Будем его контролить и уничтожать. Что касается других персонажей, играя за Стукова, могу сказать, что это очень сильный персонаж. Возможно, может быть, даже самый крутой на этой мутации, потому что те войска, те орды, которые он порождает, очень хорошо справляются с противником. Следующая моя игра была за Ворозун. Ворозун уже чуть похуже, хотя, с другой стороны, по таймингу мы за Ворозун уложились даже быстрее, когда я играл. Играл я через Дарков, но, в общем, почему-то мне показался Стуков даже проще, чем Ворозун. Ха-ха, пробочка отлично справляется с камнями и заказывается Нексус. Я тут тоже ещё немножко затупил, потому что обычно надо сразу продал вливать камни на газ, но почему-то мне вспомнилась игра за Стукова, потому что я не беру газы вторые Стуковым и, в общем, не сделал это вовремя. Ну, ничего страшного, в любом случае мы выиграем, победим, несмотря ни на что. Итак, заказываем кибернеточку, отлично. Осталось ещё немножко, пока что потихонечку рассказываю вам вторую базу. Вот только-только я начал атаковать газы. То есть наша задача сейчас построить два Старгита, заказать рабочих на вторую базу, сделать экономику и всё будет хорошо. Заказываю двух зелков для того, чтобы дать Вижен. Сейчас мы подождём, когда противник подойдёт чуть поближе и, собственно, заюзаем бомбардировку как на выход противника, так и на осколок. Если всё правильно сделать, то осколок мы уничтожим и ещё продамажим выход противника. Ну что, отправляемся в бой. В атаку за Спарту! Ха-ха! Неплохо тут у врага пригорает, но выход противника я задел вообще чуть-чуть, из-за того, что выиграет он в воздух и прошёл чуть правее. Ничего страшного, сейчас мы, я думаю, справимся. Тут, если честно, Каракс допускает небольшую ошибку, мы уже с ним как-то обговорили этот момент, то, что он допускает того, чтобы Фениксы пролетели чуть дальше. То есть, надо было их максимально уничтожать ещё только на подлёте. То есть, он, видите, начинает пробок поднимать, сейчас ещё будет их тягать стягиванием. Оп! Конечно, стягивание не очень приятно, потому что столько времени у меня пробки ничего не делали, то есть, ресурсы не добываются. Это достаточно хороший косяк, если сильно, скажем так, придираться. Значит, вторая база потихонечку раскачивается. Тут тоже зафейлил из-за вот этих туда-сюда рабочих тягать. Второй газ не добывается, у Каракс ситуация получше. У него и газ добывается, у него всё, собственно, идёт очень хорошо. Добавляется два Старгейта, добавляется Твайлайт. Твайлайт, я так понимаю, для агрейдов. Так, ну, собственно, пока что ничего не происходит толком, в общем, ждём выхода противника, ждём, когда достроятся Старгейты. Я сразу биндю Старгейты, сразу стараюсь их забустить, ставлю флитбикон для того, чтобы сделать потом в будущем третьи грейды. Ну, а вообще, в принципе, играя с Караксом, лучше строить флитбикон под фениксов, потому что он будет давать буст, собственно, грейды будут делаться быстро, и поэтому флитбикон имеет смысл построить. Ну, ты чё пробочку-то зажал? Пробуся! Ха-ха-ха, пробусь-ка! Ты как там, рыбонька моя? Вот, начинается опять дискотека. Ах, тянем-потянем. Чертяга, а! Опять у меня рабочие покатались, всё это время ресурсы не добывались. Вообще, на самом деле, ребята, по-хорошему, это косяк, это косяк, то, что ты допустил так близко, чтобы враг подошёл к твоим рабочим. То есть, это не косяк непосредственно, а, может, Каракс, это мой косяк, рабочие мои, значит, я должен был обеспечить их обороной. Поэтому могу со всей уверенностью сказать, что это моя ошибка, которую лучше не совершать. Итак, два Старгита у нас активно работают, удобно то, что Караксу приходится тягать, получается, своих юнитов со Старгитов, а я могу их варпать прямо в бой. Я их сразу забустил, сейчас будем максимально, собственно, варпать фениксов, потому что вторая база у нас раскачана, всё хорошо, у Каракса здесь оборона есть. Вот единственное, конечно, неприятные моменты, то, что луч иногда далеко заходит, это, конечно, есть такое дело, приходится с этим мириться. То есть, даже бывают моменты, когда он вот сюда заходит и вниз опускается, тоже не очень приятно, играя, допустим, за того же Стукова. Он там немножко в бункеров у меня пожёг, ну ладно, ничего страшного. Итак, ребят, у нас уже фениксы есть, собственно, у нашего союзника тоже, и сейчас, я думаю, скоро имеет смысл делать уже выход, потому что... Так, я вот пытаюсь фениксом залететь, чтобы кастануть бомбардировку, но щит сработал очень плохо, и, собственно, приходится отправлять ещё одного феникса на убой. Я вот решил её прямо сюда использовать, да, из-за того, что у моего феникса кастанулся щит, противник уже потерял таргет и пошёл дальше. Но, так или иначе, мы достаточно много противников там продамажили. Ещё хочу сделать такую оговорку, что внимательно следите за своими войсками, чтобы их не пожёг луч. Хотя, с другой стороны, нам всё-таки с Караксом попроще, потому что даже если какие-то критические ситуации будут... Используется щит мой, и те фениксы, которые продамажатся, они будут вычлены Караксом. Ещё хочу сказать такой момент, то, что когда вы атакуете осколок, выключайте автоподнятие, то есть автокаст. Потому что ваша задача именно не пустить противника, а убивать осколок. Потому что они будут поднимать фениксы, убивать врагов. Ваши войска начинают стягиваться, умирать, в общем, получается полная херня. Поэтому, ребятушки, когда вы играете через фениксов, ваша задача обеспечить максимальную безопасность для того, чтобы убить осколок. Мы в два рыльца, так скажем, фокусим осколки. Сейчас они очень быстро упадут. Я, конечно, понимаю, что у фениксов небольшой урон, но за счёт количества всё у нас отлично получается. Главное постоянно контролить, потому что ты, получается, убиваешь врага, он тебя стягивает и тебя ещё лазером прижигает. Поэтому, ребята, внимание, если вы играете фениксом, обязательно отключайте автокаст. Всё, остался последний осколок, пару выстрелов, давай, до свидания. Я, конечно, оставлял автокаст на паре юнитов для того, чтобы, может быть, кого-то подконтролить. Так что основная часть у фениксов всё равно у меня остаётся без автокаста. Всё, ребятушки, фениксы справились со своей задачей. Сейчас немножко подождём и уже пойдём на выполнение дополнительного квеста. Как вы могли бы уже понять, то, что мы с лёгкостью так справились со осколками, доп-квесту, собственно, ничего не остаётся, как умереть. Доп-квест от нас никуда не денется. Противник разбросал стазисные ловушки. Вот будет неприятно, если фениксы так под них попадут. Хотя, подождите, стазисная ловушка же работает только по наземным юнитам. Точно, точно. Отбиваем выход противника и, собственно, идём на дополнительный квест. Ничто нас уже не сдерживает, не удерживает. Я зилов отправляю сюда наверх, на убой. Чтобы постоянно они у меня не выделялись в группе. Ну что, атака. Фениксами играть забавно. Я играю ими крайне редко, так получается. Но вот эта мобильность, вот эта атака во время движения, это просто кайф. Я нереально удовольствие испытал, потому что игра обычно там, допустим, за темпостов, да, тех же. Такие они не поворотливые, такие они не мобильные нихера. Постоянно уходим на базу, не забываем, потому что лучи не прощают ошибок. Так что вышли, атаковали, вернулись. Вышли, атаковали, вернулись. Ну и так вот по накатанной. Не забываем делать грейдочки, в отличие от меня, которые постоянно их забывают делать. Ну, с другой стороны, Каракс уже тут начинает херачить. С другой стороны, ребят, из-за того, что Каракс юзает ускоряшку, то даже если вы там немножко завтыкаете с грейдами, ничего страшного. Так, ну что ж. Я так понимаю, что мне лучше вернуться, наверное, пойти выход отбивать. Каракс тут отлично просто справляется. Каракса туда-сюда тягает, туда-сюда. Я пытаюсь просто на всех парах уйти, чтобы встретить выход. Напомню, что у нас противник воздушный, так что такая толпа фениксов, я думаю, очень хорошо зарешает. Так, ну что ты, где ты? О! Прошу еще помочь, конечно же, Каракса, потому что один бы я, ну, может быть, и справился, но с большими потерями. Так как есть тут темпосты, адепты по воздушным юнитам, которые лупят. Ну что, осталось лишь пару юнитов. Видать, закончилась мана, я решил отступить по фатонке. Так, чтобы они меня просто не расстреливали. Каракс тут отлично справляется. Туда-сюда, то слева, то справа залетает. И, собственно, противник умирает. Легко и непринужденно. Постоянный дезаказ. А я тут, получается, летаю, прохлаждаюсь. Ну, на самом деле, я уже полетел убивать дополнительный квест. Как раз-таки он только-только появился. Сейчас я его почухаю. Тут так-то тяжеловасто, потому что есть фатонки, есть другие юниты. Давай-давай-давай, иди поближе ко мне. Сейчас мы его выманим оттуда. Во-во-во, давай-давай. Еще немножко, и дополнительный квест погибнет. Все, отлично. То есть, наши войска, видите, постоянно тягаются. Если не отключить автокаст, то ваши фениксы начнут у осколков там атаковать противника. Тоже начнут стягиваться, и их просто разберут. Поэтому, ребят, имейте в виду. Я, конечно, понимаю, что это может глупо повторять сто пятьсот раз. Но, как говорится, повторение матьючения. Не забывайте, в общем, это делать. Не забывайте отключать автокаст. Сейчас мы примем выход противника. Ну и, собственно, уже можно будет выдвигаться на последние осколки. Чухаем, чухаем. У противника осталось считанные юниты. Сейчас мы их добьем. Мне уже не терпится атаковать последние осколки. В принципе, не так уж много времени осталось. Семь минут. Но я думаю, что нам хватит. Залетаем с левого края. Аккуратно, аккуратно. Все. И начинаем фокусить осколок. Такая толпа фениксов с грейдами просто на изи его сносит. Выглядит очень забавно. Ну, ребят, еще раз повторюсь, что мне так непривычно играть фениксами. И я так, скажем так, получил такое хорошее удовольствие от их мобильности. Но они реально очень крутые. Мобильность, конечно, у фениксов просто колоссальная. На пофиг, просто полетел. Но это уже моя ошибка, короче, недоконтролил. Часть юнитов у меня просто на пофиг пролетела. Так, ну что ж, у нас остается еще пара осколков. Нужно сделать залет. Угу. Каракс уже пролетает. Я сразу врубил щиты. Чтобы ему было попроще. Так, а вот и я потихонечку подлетаю. Сразу фокус. Хорош. Отлично, справляемся, ребят. И остался последний осколок. Также просто подлетаем и сразу фокусим. Ни на что не отвлекаясь. Чухаем, 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 чухаем. Материнский корабль просто на изи разлетелся. И спустя небольшое время последний осколок погиб. Ну что, ребят, спасибо всем большое за внимание. Надеюсь, это видео вам поможет в прохождении, если вы все-таки еще не прошли. Ну, а если прошли, то я думаю, что получили удовольствие. Рассказал вам о своем опыте по этой карте, по этой мутации. Всего вам хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok